приветствую тебя дорогой герман как там у вас погода отлично у нас жарко дожди жара где-то ты находишься что так как тропиках а северный казахстан понятно понятно а дождей не бывает у вас там что сейчас не есть вот как раз дожди у нас последнее время раньше это было сухо сейчас отлично я очень рад тебя видеть ты знаешь очень много было пожелание еще раз чтобы мы встретились всем понравилось и всем было интересно о чем ты говорил и сейчас тоже будет очень интересно тебя послушать у тебя какие-то вопросы или пожелания накопили за эти дни у меня как раз возник вопрос связи с тем вот последние посты вы выкладывали и там я как срезонировала понимание что вот у нас вот эти пики напряжения негативные эмоции это у нас значит получается организм как бы возникает вследствие необходимости нового согласования психических и психологических процессов здесь вот у меня стал вопрос как раз ну и как обычно событийные у наших жизни возникают вот эти вот напряжения мне как бы сама мысль понравилась то что надо пересогласование постоянно делать мы в течение дня можем это сто раз двести раз делать сколько напряжения столько пересогласований у нас постоянная адаптация получается должна быть мы должны постоянно меняться так а когда коснулась делать в реальности допустим да то вот это замыкание как вы говорите короткая и про все на свете забыл и как знаешь что надо пересогласовывать а как это делать герман насколько я понимаю вопросов если неправильно понимаю пожалуйста исправь потому что она же будут разные люди слушать и чтобы всем было это понятно о чем мы говорим мы говорили о нулевом состоянии да то есть если у нас возникает какой-то пик перенапряжение что мы теряем равновесие и нам нужно снова вернуться в свое нормальное спокойное состояние уверенности в себе ясности мыслей то мы должны сбросить это зависание в этом пике напряжения выйти опять на нормальное состояние ясности ума ты это имеешь ввиду да да получается да и вот опять же вот последний ваши ролики смотрю и здесь как бы понимание приходит что надо выходить на нулевое состояние опять волшебное состояние нулевое состояние такой безмятежности но она же у нас всегда не может быть если у нас какие-то проблемы есть и это нулевое состояние она мозги она всегда перенаправляется на решение этих проблем то есть весь вопрос заключается в том чтобы эти проблемы не зацикливали нас потому что тогда человек невольно находится в состоянии постоянного осмысления одной и той же проблемы и ни о чем другом думать не может а ему надо оттуда выйти так да и что не хватает для этого чтобы выйти оттуда я например это использую состояние как только у меня допустим что ты заболеет или там звонок какой-то неприятный который меня мобилизует потому что он держит меня в напряжении но кто-то мне позвонил и лет у меня ребенок заболел помогите мне пожалуйста а я знать этого человека не знаю ребенка никогда не видел а он ждет от меня какой-то помощи и вот я зафиксировался на этом и теперь начинает думать как же ему помочь а в это время другие звонки а мне там еще надо книжку дописать и вот этот многозадачник я завис а как вот мне снять сейчас вот это напряжение выйти из этого состояния чтобы голова опять нормально заработал чтобы я мог и дать совет человеку которого ребенок поле быстро найти решение и вот здесь вот как раз таки выход на нулевое состояние это такое масса максимальная эмоциональная отрешенность как бы выход из этой ситуации дистанцирование эмоциональное и вот в этой отрешенности задумчивости я вот думаю и у меня начинается когда я не мешаю этому процессу проигрывание в ответ на ее вопрос как помочь ребенку у меня там начинается в этой вот как на фоне вот этой вот отрешенности эмоциональной проигрывание что-то могло быть как могло быть что могу подсказать и весь мой опыт жизненный весь мой профессионализм знание понимание общение с другими людьми в этот момент начинает синтезироваться я и задаю вопрос я говорю а вы смотрели наши ролики она говорит да смотрела какие вы смотрели а вот до этого момента я не догадывался задать такой вопрос потому что был просто шокер но я начал задавать ей вопросы постепенно ниточка клубочек стала развязываться по мере того как мы входим в диалог я начинаю слышать что она мне говорит я начинаю переспрашивать и в течение пинут пяти минут я понял какой совет ей дать я дал ей этот совет но я не знаю насколько понятно это будет о чем я говорю человеку новенькому который не в курсе нашего метода круче да ну почему тогда посмотрит наши бесплатные ликбезы там у нас есть на главной странице ютуба а там запишется на наш youtube и на телеграм запишется там идут дискуссии обмен опытом вот я сейчас рассказал как я это делаю я вы я выхожу на это нулевое состояние то есть я эмоционально отрешаюсь от этого вопроса если у меня сразу не получается я применяю узелки на память я применяю разминание ушей я применяю массажик вот этих точек захарина геда там воротниковой зоны подкладываю вот так руку и сяду и уже пустил носи на самотеку уже в нуле да вот кстати кстати вот эти вот упражнения которые сейчас вы показали плюс вот как олен показывал еще сзади вот эти точки на затылок и вот эти вот затылочные вот здесь вот ямочки отлично кстати да помогают я попросил сейчас у нас будет вебинар и там я его попросил чтобы он еще раз показал потому что там много новых людей заходят они не знают что это такое чтобы они там посмотреть перед я не перебиваю теперь пожалуйста ты расскажешь я хочу сейчас свое понимание до вашего вот так сказать вашего труда попробую в своем понимании пересказать значит у нас возникает противоречие в течение дня постоянно противоречие значит сознание подсознание до тела организма постоянно противоречия это у нас проявляется в виде негативных эмоций пики напряжения эмоциональные нервные вот эти психические и значит это организм требует у нас пересогласования вот этих психических физиологических процессов и мы можем по вашему методу это значит найти те действия которые нам нравится делать которые мы быстро входим в автоматизм и мы входим в это вот как раз нулевое состояние в это состояние где у нас времени как бы нету и мы получается за очень короткий промежуток времени в состоянии снимаем психологические барьеры то что время как раз у нас времени нету в обычном состоянии а в нулевом состоянии как раз время появляется бесконечное для этого мы его используем да то есть получается нашем времени там происходит минута две-три а в том психическом времени куда мы зашли там как бы бесконечности потому что мы в эмоциональной безмятежности а там как раз это бесконечность безвременья вот это вот задумчивость созерцательность ну да да и мы значит получается раз там у нас времени нету мы никуда не торопимся мы не волнуемся у нас нету барьеров психологических нету стереотипного мышления мы это сняли все у нас нету авторитетов мы ни на кого не смотрим раз нету раз нету эмоции то ничего и мы возвращаемся к себе естественному именно тому авторитету внутреннему кто мы есть и значит нам подсознание дает все те ответы которые самые верные самые точные и и значит мы там получается можем моделировать все что угодно как волшебники в этом состоянии то есть те качества вот как какие мы хотим то есть допустим вот я хочу качество такое чтобы у меня все получалось отношения с деньгами там со здоровьем чтобы я был тут искусный ловки у меня получалось легко непринужденно я это качество получается в этом состоянии могу себе как бы заказывать да или как вот здесь мечтать об этом мечтать я как я буду вот в этом состоянии какой я буду да ну так себе как-то реагируешь на те или иные обстоятельства а вот я хочу понять ты говоришь вот у меня возник вопрос насчет нулевого состояния после последних роликов ты говоришь у тебя все там как-то уложилось что ты имеешь ввиду лодка ваш пост я когда прочитал согласование о необходимости согласования когда у нас пике напряжения у него возник вопрос да как согласовывать да опять же вот вопрос то есть разгружаться как бы я научился да ну не то что до понимания пришло как разгружать стрессовые ситуации с помощью движений действий отбирай отбираемый ты имеешь ввиду какие вот ты подбираешься какие например у каждого и лыжник не нравится и хлест не нравится и плавание то есть и болтает здесь у меня как бы от состояния зависит напряжение вот эти нравятся пусть и движение расслабления вот это вот пара как бы тоже очень интересно чем больше напряжения даешь как бы лучше расслабляешься это старинный способ джекобсона напряжешься как следует а потом раз и расслабился это применяешь да вот это очень нравится вот именно нулевое состояние мне не было понятно допустим что это такое нулевое состояние хотя как бы вы со всех сторон объясняли а вот в последнем ролике вы как-то сказали мне раз как бы доступно стало понимание когда вы сказали что это как разъединение всех процессов мозговых или как обесточиваем всех мозговых контактов то есть доминанты все уходят мы выходим из этой задействованности да размыкание вот размыкание да и мне стало понятно то есть нулевое состояние значит это наше да размыкание всех наших этих мозговых процессов да то есть у нас полностью мозг отдыхает на выход из доминанты да выход из задействованности это состояние как между сном и возрастанием или состояние после какой-то очень трудной работы сидишь и тебе все пофигу вот такой состоянии потому что это восстановительный процесс да просто мы обучаемся это осознанно у себя получать любой момент в любом месте без работы там да то есть вот из последних у вас очень много как раз вот этих вещей было сказано как раз нулевом состоянии с разных сторон вы как бы свое понимание сказали где-то до дошло до меня включился и еще забыл мысль улетела вот сейчас мы в телеграме там переписываемся с нашей любовь абакумовая я там написал новый текст кто не записан там телеграм тоже запишитесь пожалуйста посмотрите любовь абакумова мне задала вопрос потому что я там написал новый текст у меня была одна дама она горит у меня такая проблема я говорит несколько недель не могу ни о чем другом думать кроме как об этом у нее там тяжелая проблема семейная а мне говорит надо к экзамену готовиться или там надо к переговорам готовиться или к выступлению готовиться я ни о чем не могу думать только все время мысли крутятся об этом как решить этот вопрос этот вопрос у него стал главным ключевым вопросом который затмил все я и объясняю что ну а вы пробовали выходить на нулевое состояние она когда я пробую я все время жду этого нуля и у меня никак не получается а я говорю не надо его ждать потому что это нулевое состояние не является целью у вас есть этот вопрос который вас мучает поэтому вы просто подбирайте действия которые помогают вам его лучше решать например делайте шалтай болтай думаете об этом вопросе или например о это такой момент интересные это когда вот например вы думаете об этом вопросе и мучаетесь не понаблюдайте что у вас в организме где больше всего сильно вот так напрягается она мне говорит у меня голова и шея напрягается мне прямо хочется вот так сделать я говорю сделайте так осознанно несколько раз окунуйте голову в шею она так несколько раз сделала 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 потом все логовое отпустил то есть по существу надо идти по ходу напряжения помочь организму согласовать наш организм не случайно так у него напряжение возникает это защитная реакция а когда мы осознанно используем защитные реакции то мы как раз эти обретаем новый ресурс когда несколько раз этот прием использовать потом можно уже не делая это упражнение просто желаемый момент просто подумать об этом упражнении голову освободиться а таких много же упражнений у каждого может быть свое просто надо наблюдать что напрягается внутри момент решения вот этого волнующего вопроса осознанно почаще осознанно наблюдать за собой наблюдать да момент решения у меня один парень был который говорит я горит стесняюсь выступать на публике он музыкант а я говорю ну представь себе что ты сейчас перед стадионом стоишь и тебе сейчас надо выступать и наблюдать что у тебя сейчас происходит он будет кулак сжимается я группа этому несколько вечеров до выступления каждый вечер в удобное время становись вот так представляешь что ты перед стадионом публики что тебе выступать и осознанно сжимай кулак несколько раз то есть преврати инстинктивную защитную реакцию в осознанное упражнение да и он теперь перед любой публикой выступает я не знаю сколько я понятно это говорю вот сейчас но опять же вот о понимании вот даете мощнейшую информацию да но чтобы эту информацию перевести в знание а знание перевести в осознание в понимание у каждого человека проходит на расходит об свою ну как бы зависимость от его опыта зависимости от его интеллекта до скорости и опять же насколько человек принял эту информацию насколько он ее изучает и осваивает вот эти этапы значит до перевода информации в знание в осознание понимание а потом понимание в навыки потом до упражнения навыки уже как бы потом модель жизни уже уже ну как на автомате получается как вы говорите уже только подумал и уже в нулевом состоянии то есть это уже а до чтобы пройти этот этап сколько времени надо да допустим у каждого свое понимание по своему да конечно это очень интересный вопрос глубокий потому что люди же разные и у кого что болит потому что мы можем сейчас вот об этом обсуждать вроде бы все понятно а человек столкнется с конкретной ситуацией и опять же забыл и не понял и подумал но они же говорили это про какого-то парня который кулак сжимает а для меня там я же не выступаю нигде у меня совсем другое у меня живот болит а мне так как поступить то есть человек не сопоставляет то о чем мы говорим со своими жизненными ситуациями потому что у кого что болит тот о том и думает о том и говорит потому что он находится в своей нише в своей доминанте для этого мы и должны поговорить с ним для этого мы делаем бесплатные ликбезы в зуме я можем вопросы задавать и вебинар сейчас будет туда пускай все выходят со своими вопросами но у меня такое пожелание чтобы было очень продуктивно чтобы все запомнили или записали свои проблемы на бумажке для себя лично например у меня плохой сон у меня там тревожность или дам я устал устаю очень часто или я не уверен себе записал вот так и что во время вебинара задал конкретные вопросы я там даю развернутые ответы и мы там все участники делимся своим опытом и чтобы он потом сравнил как у него было и как стало прямо по ходу вебинар и он поразится как быстро у него меняется состояние и потом даем домашнее задание чтобы он за это закрепил всю жизнь до счетка самагомедович до на вебинаре было сейчас не помню но вы когда ведете да то по-другому получается нотка состояния совершенно другие допустим вот если я сам пытаюсь до войти в какое-то состояние это одно а было на вебинаре значит вы говорите 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 и там такие какие-то неожиданные получается состояния сам удивляешься что это было как такое интересное здесь все равно как бы то что ваш опыт да все равно по-другому получается это секрет тут простую дело в том что я когда наблюдаю за реакциями человека я ему подсказываю в этот момент что-то а он когда делает сам когда он делает сам у него же этого подсказчика нету и он когда у него что-то не получается у него сразу растет беспокойство он себя начинает накручивать если люди такие вот постоянно в себе копаются таких много мнительные такие но он говорит я все понял а потом я стал через месяц у меня была трудная ситуация после вебинара через месяца я попробовал сделать у меня там была трагедия какая-то у меня не получается но не идут руки там на на стрессе не идут я не помню а что надо сделать потому что он запомнил теоретически не попробовал несколько раз повторить это не выработал навык вроде все понял а в трудной ситуации он забыл что прежде если руки не идут надо сделать хлюст надо сделать разминку ушей надо сделать вот это он забыл про это просто дело в том что внимание осузилось поэтому это и проблема такая что надо несколько раз и ролики которые мы делаем несколько раз их повторить посмотреть потому что здесь у нас происходит открытия инсайты а закрепить их надо путем повторений самостоятельных он не повторял и поэтому у него только знание осталось навыков не вода как всегда мы перед неопределенностью начинаем теряться до выработалась до страх стопор до оцепенение то есть мы в этой парадигме получается и всегда мы привыкли это в любой школе так это в любой даже ездить на велосипеде или там кататься на лодке или в марафонский бег ну сколько раз тренер говорил чтобы найти бег надо найти бег а спортсмен спрашивает а что значит найти бег это значит надо найти ритм который тебе легкий такой что ты бежишь и уже на автомат быстрее выходишь а да я вспомнил я же знал и забыл а чё ты забыл а дождь пошел теперь он вышел бежать на улице а там лужи другая ситуация это проблема любой школы потому что учимся мы в одном состоянии а применять знания навыки и умения приходится в различных обстоятельствах а у человека нету опыта перекладывать этот опыт тот на другие обстоятельства потому что его с детства этому не учили он пришел сюда в школу в нашу уже взрослый если бы этому учили его в детстве как дважды 24 он бы мигом все это бы делал по это мощнее рамочные ограничения получаются не дают да и даже то что вы говорите что надо их снимать все равно не понимают то есть потому что они есть ограничения и это просто слова ну вот одна женщина очень показательная в этом смысле она газ вы знаете после вашего семинара я так полюбила жизнь я так полюбила людей а раньше я дает пока кому спирку не ставлю я говорит не могла себя нормально чувствовать такая вредная говорит была а тут так получилось а вот говорит недавно говорит у нас говорит там по соседству дом разбомбили но она там живет ситуация напряженная и у меня это пропало ощущение любви к людям я теперь не знаю что делать и ко мне звонит я говорю а я же говорил возьмите повторите то что мы делали она год я начала повторять две минуты делаю и ничего не происходит а мы же когда делали первый раз не две минуты а 10-15 минут а вспомнила и за она сделала и опять получилось ну вот так наш мозг устроена что мы иногда забываем поэтому вот хочу повторять да да и вот про про время вот еще я допустим хожу сейчас с палками до скандинавская ходьба получается повторяемые движения конечно конечно допустим если я 30-40 минут проходил а у меня было тоже вот когда в стадии изучения но она и сейчас происходит стадии изучения метода ключ я пройдусь по парку сяду машину и жду когда придет полевое состояние свяжу тому шитеру там значит это жду опять нету ладно поехал ну и так у меня на протяжении было допустим у какого-то времени тоже ждал за потом я перестал ждать и поехал как-то после ходьбы в кафе заехал сел там значит дождик идет на летней террасе сижу засмотрелся на дождик и так такая обстановка люди хорошие думаю так хорошо они там что-то разговаривают он как шум дождя разговор и так вот прям так хорошо сил и как вот так унулся как вот действительно вот это мара есть тоже нулевое одно из состояния конечно после действия наступила да и вот не ждал ничего она сама наступила и потом тоже вспомнил ваши слова что не надо ждать тут тоже надо как бы научиться расслабляться что ли или как вот здесь вот правильно после действия вот это вот они конечно я я думаю по мере того как мы работаем вот у нас год и два года назад в нашей школе человек больше хомо футурус были новички сегодня они профессионалы сегодня они уже могут другим советы давать мы когда вебинар у нас происходит или без они дают советы обмен опытом и так далее и такие блестящие советы дают до которых я не додумался потому что каждый находится свои варианты как это применять у каждого свой опыт но вот эти главные принципы это конечно важны главный принцип простой наблюдать что с тобой происходит в момент когда ты волнуешься где у тебя возникает напряжение если у тебя напрягаются плечи напряги несколько раз плечи если у тебя напрягается живот напряги несколько раз живот превращая в упражнение осознанные непроизвольные защитные реакции и ты сможешь потом освобождаться без этих напряжений вот это такой принцип я не знаю я сейчас понятность формулирую я вот вы говорите у меня плечи чувствую они видно постоянно у меня напрягаются я пытаюсь их расслабить то есть мне понравится разжиматься то что постоянно вот это вот напряжение в плечах спасибо герман что ты вышел сегодня на связь давай еще через несколько дней сейчас вебинар будет у нас а после вебинара через несколько дней еще раз встретимся и подытожим как было на вебинаре и к нам подключатся еще люди наверное своими отзывами после вебинара соберем эти отзывы и эти вопросы еще раз обсудим добро спасибо тебе герман еще раз хочу сказать что те встречи с тобой они вызвали очень много положительной реакции все просили тебе передать привет потому что многие мне писали как им стало понятнее то они что давно пытались понять а после тех встреч им стало понять я надеюсь после этой встречи тоже кому-то стало понять дай бог дай бог спасибо тебе герман всего доброго до встречи до свидания